Это прямой эфир, меня зовут Мария Владимирова и я готова сказать вам «Алло Студия». Звоните и рассказывайте о ваших проблемах, ну а мы уже будем пытаться их каким-либо образом решить. Телефон прямого эфира 2-11-45, кроме того, рассказывать о ваших трудностях, проблемах и чаяниях вы можете на нашем сайте, его адрес, в рубрике «Алло Студия». Проходите там простейшую регистрацию и пишите. Я прямо здесь в студии буду зачитывать ваше обращение. Наш редактор сегодня для вас будет работать Александр Бабрякович, будет уже дозваниваться до ответственных лиц и просто-напросто призывать их к ответу. 2-11-45, телефон прямого эфира, звоните. Что ж, дорогие друзья, неделю назад вы задавали очень много вопросов и мы пытались найти на них ответы, я вам должна признаться, мы нашли. А начнем давайте с бань. Вот с приятного понедельника, день прекрасный, знаю, что многие в этот день ходят в бане. И был вопрос, который задавали жители, причем ни один человек обращался с этим вопросом, почему в Хариверской экспедиции баня номер 2 стала такой дорогой. Со 150 рублей ценник вскочил за одну помывку до 270. И я вам должна признаться, мы нашли ответ, очень детальный, и поэтому предлагаю вам сейчас послушать то, что нам рассказали представители городской администрации. В муниципальном образовании городского округа Наринмар действует комиссия ежегодная по тарифной и ценовой политике, на которой ежегодно рассматриваются размеры платы за услуги, в том числе от общественных бань, в связи с тем, что годная категория граждан финансируется за счет городского бюджета. В связи с этим, соответственно, собирается комиссия, рассматривает финансовое состояние предприятия, которое обслуживает бани и население, предоставляет услуги общественных бань населению, то есть это МУП КБ и БО. Если бы не произошло это увеличение, то бюджету городскому пришлось бы муниципальному предприятию КБ и БО возместить свыше 1 миллиона рублей. Из городского бюджета, чтобы они могли оказывать эти услуги льготной категории. Значит, изменение, вот это повышение произошло по льготной категории только по посещению в субботу и воскресенье. В понедельник, вторник, среда льготная категория может посещать баню, вторую, да, именно, говорится, по стоимости 50 рублей, там, четверг, пятница 100 рублей. Это даже еще дешевле, не 150 рублей, да? То есть есть возможность выбора? Да, есть, конечно, возможность выбора. И кроме второй бани у нас, конечно, еще есть три бани, да, где тоже можно выбирать. Другой вопрос, что понятно, люди-то хотят ходить в баню, где есть дровяное отопление, но сами понимаете, что дровяное отопление, оно очень дорогостоящее. Ну и, соответственно, установление такого тарифа 150, ну, маленький размер-то платы. Есть экономически обоснованный тариф, который рассчитывается ежегодно, который фактически расходы складываются, да, по обслуживанию этих бань. И вот по факту 2014 года вот этот размер экономически обоснованного тарифа вообще составляет по баням 332 рубля 50 копеек. Я думаю, сейчас уже не осталось вопросов у горожан, почему стала такой дорогой хриверская баня. Топит ее дровами, пользуется она огромной популярностью, но в то же время и оставили для вас, уважаемые жители города, те дни, когда можно там помыться не так уж и дорого. Впрочем, решайте сами, где в какой бане вам мыться и где вы больше получите удовольствие. Самое главное, чтобы эта помывка была вам по карману. Это программа «Алло Студия», наш телефон 2-11-45, звоните и рассказывайте о ваших проблемах. Кроме того, вы пишите на сайте trksever.ru в рубрике «Алло Студия». Еще хочу дать ответ на вопрос Николая, который спрашивал. Президент Российской Федерации, со слов Николая, подписал указ от 16 марта 2015 года, в котором было сказано, что чиновникам положена скидка на дорогостоящие лекарства. Так вот, уважаемый Николай, замечательная российская газета дает четкие разъяснения по данному вопросу, и я спешу рассказать вам о них. Вот даже распечатала российскую газету, выделила себе маркером, что необходимо вам рассказать, и прямо сейчас расскажу. В Государственной Думе сообщили, назвали сообщения СМИ о том, что депутатам и чиновникам якобы положено право на получение лекарств в бесплатной или с 50-процентной скидкой ажиотажем на пустом месте и даже провокации. Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья и здоровью Николая Герасименко разъяснил, на самом деле раздут ажиотаж на пустом месте. То есть он подчеркнул, да, еще раз эти слова. Далее сказано, по его словам, новый президентский указ предполагает бесплатные лекарства всем больным туберкулезом, раком и другими тяжелыми заболеваниями, независимо от того, являются ли они депутатами или чиновниками. Это не какая-то новая льгота, это касается обеспечения лекарственными препаратами групп населения на амбулаторном лечении, которым отпускаются по рецептам врачей эти лекарства в бесплатной или с 50-процентной скидкой, рассказал Герасименко. Здесь для всех все одинаково. Всего в постановлении упомянуты несколько сотен категорий больных, это в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, инвалиды и, конечно же, ни о каких депутатах и чиновников отдельно речи не идет. Комментарии дал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Я попрошу дать его цитату на экран. Насколько я знаю, мой коллега Хреков из Управления делами президента уже дал свои пояснения. В целом, прочтение этого указа неверно. Указ это относит исключительно технологический характер, нормы приводятся в соответствии с действующим законодательством. Никаких дополнительных льгот для госслужащих этот указ не вводит. Об этом не может быть и речи, сказал Песков. Вот, в общем-то, теперь, наверное, стало все понятно, что предполагалось указом. Это всего лишь какие-то технические поправки. И некая московская газета раздула вот такой, получается, ажиотаж, даже некий скандал вокруг темы. Ничего плохого президент Владимир Владимирович Путин гражданам своей страны сделать, конечно же, не хотел. Что ж, 2.11.45, телефон прямого эфира. Я вас призываю, звоните и рассказывайте о ваших проблемах. Мы будем искать ответы на ваши вопросы. Вопросов на самом деле очень много. Обратились к нам жители поселка Индига. Ответ на их вопрос мы попробуем сегодня получить чуть позже, потому что руководитель комитета по информатизации находится на совещании. Он попросил позвонить ближе к 3 часам, так что вы не переживайте, ответ вы сегодня услышите. Кроме того, спрашивали у нас, почему нельзя проводить экспертизу приборов учета тепла в Нарьинмаре. Если вы помните, с таким вопросом обратилась Светлана Ивановна. Пенсионерка пояснила, что приходится платить достаточно кругленькие суммы от 2,5 до 3 тысяч рублей для того, чтобы счетчики, проще говоря, тепловые, которые общедомовые, отправляют на экспертизу в Архангельск. Вот за это нужно заплатить большую-большую сумму. И, в общем-то, вопрос был следующим. Нельзя ли проводить такую экспертизу здесь у нас в Нарьинмаре? Так вот, сейчас мы попробуем связаться с заместителем директора по КТС Геннадием Францевичем Галишевским, чтобы он рассказал нам, можно ли людям не платить такие огромные средства за то, чтобы их приборы учета проверили, протестировали, провели экспертизу. Сейчас мы дозвонимся и попытаемся дать вам ответ. А вы дозваниваетесь, 2-11-45, наш телефон. Мы пытаемся дозваниваться. Вопросов на самом деле очень много, будем пытаться сегодня искать на них ответы. Мне даже хотелось бы узнать, кто-то еще возмущен этой темой, либо всех все устраивает. И, к сожалению, мы пока так и не можем дозвониться до управляющей компании Нарьинмар Строй, которая отправляет эти счетчики прибора учета. Счетчики или приборы учета, да, можно их так и так называть, на экспертизу в городе Архангельске, выставляет такие большие счета жильцам. Понимаете, из чего складывается эта сумма? Потому что, когда мы звонили в прошлый раз, руководитель управляющей компании, вот сходу он нам не смог дать ответ на этот вопрос. Обещал подготовиться. Вот, будем пытаться. А пока хочется узнать, можно ли вообще проводить такую экспертизу в Нарьинмаре. Может быть, это очень сложно, это очень проблематично. А может быть, это просто, но никто не хочет этим заниматься. Мы не будем гадать, мы лучше получим ответ у специалиста. Пока, к сожалению, мы не можем дозвониться. Давайте попробуем позвонить тогда в управляющую компанию Нарьинмар Строй. Может быть, повезет, потому что там сегодня было занято. Пытались мы дозвониться, там было все время занято. Потом сказали, что руководитель будет после обеда. Так, значит, будем пытаться дозваниваться. Давайте ответим на вопрос жителей поселка Красное. У нас в поселке стоят 10 домов для оленеводов. Обещали их в прошлом году сдать, но, увы, семьи оленеводов так и ютятся в углах. Еще дома сделаны из пенопласта. Давайте сейчас попытаемся найти ответ на этот вопрос. Позвоним мы Алексею Ивановичу Ордееву. Сейчас будем получать ответ. Так, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем, потом будем отвечать для жителей Красного на вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Мария. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот на улице сейчас весна у нас, понятно, что все тает, но пройти невозможно. Так, что такое у нас случилось? Перезвоните, пожалуйста, еще раз, потому что, к сожалению, какие-то неполадки со связью. Хотя я с вами уже согласна и даже предполагаю, какой у вас будет вопрос. Почему бы нам не позвонить в чистый город? Давайте это сделаем. Ну, наверняка вопрос будет адресован коммунальщикам. Неужели нельзя справиться с этими лужами? Вот должна признаться, что до начала программы мы с нашей творческой бригадой как раз-таки обсуждали эти самые лужи. И к выводу пришли к такому, что мы как будто бы опять не ждали весны. Мы как будто бы не знали о том, что у нас будет плавать город. На самом деле картина достаточно сложная. И вот без резиновых сапог в этом году не обойтись. Так что, если вы ими запаслись, кстати говоря, вчера была в магазине, ребенку покупала сапоги. И говорят, что они расходятся, как горячие пирожки. Так что нужно позаботиться об этом. 2.11.45 наш телефон. Да, вот еще и автомобилисты жалуются, что очень плохо у нас содержатся дороги, проезжая часть. Мало того, что лужи, наверное, где-то еще имеются и наледи такие, вот как они называются, ямы. И ямы имеются. В общем, давайте будем дозваниваться везде и всюду и искать ответы. А я прошу телезрительницу нам перезвонить, все-таки рассказать, что же она хотела. Мы, конечно, предположили, и давайте будем звонить уже куда-нибудь и получать ответы. Много вопросов на повестке дня, ответов пока у нас нет, к сожалению. Когда в красном сдадут дома для оленеводов? Далее. Лужи у нас. Еще одна проблема. Алло. 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 Тоже сорвался. Что-то у нас сегодня прям какие-то неполадка на неполадке, но я думаю, что понедельник день тяжелый, вот этим можно оправдаться, хотя не имеем права этого делать. Давайте дозвонимся по домам в красном, пожалуйста. Так, все-таки, алло, Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Николай, отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, потому что идет наводочка по звуку, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Я бы хотел узнать, кому сейчас принадлежит бывшая гаража ОПХ? Так. А что, у вас какой-то интерес есть? Нет, там сейчас у них склады, старые склады, деревянные, люди разбрасывают, везде шифер, доски летят. А где они находятся? Они там на Пустозерской 5, около Пустозерской улицы там находятся. Улица Пустозерская. То есть эти гаражи, получается, бесхозные сейчас? Ну, на ваш взгляд, они бесхозные, либо ОПХ за ними не судит? Там кто-то должен, чья-то территория, люди деревянный склад разбивают, крыша рухнула, никого не придавило. А там, рядом, у нас два дома, у сына стоит дом, деревянный тоже рядом, наш старый дом стоит. Недавно, неделю назад, наверное, там Пуховская проходная горела. И тут тоже, может, все дерево, там щетки, опилки, все летят. Хорошо. Это новый костер сгорит, и наш дом сгорит. Хорошо, Николай, мы попытаемся найти ответ. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Я не могу узнать, чья территория, а сейчас убирали там все. Все, я поняла ваш вопрос. Спасибо, мы узнаем. Давайте выстроим все наши вопросы в очередь. В дома в красном все-таки хочется дозвониться до Алексея Ивановича Ордеева и услышать ответ, чтобы мы успели с вами все сделать. Время очень быстро идет. Чуть более полчаса остается у нас время, отведенного на эфир, программа Алло Студия, 2.11.45, наш телефон. Да подождите. Алло. Так, мы пытаемся дозваниваться. Все-таки мы получим этот ответ. Так, будем пытаться еще, как мне подсказывают. Что ж, вопросов у нас много. Может ли предприятие Покетес заниматься экспертизой счетчиков учета тепловой энергии? Когда в красном будут сданы дома для оленеводов? Когда в Яндике появится цифровое телевидение? Более того, Николай хочет узнать, кому принадлежат гаражи опытно-производственного хозяйства, потому что они представляют угрозу для жителей ближайших домов. Будем искать ответы. Вот такая наша работа, и все равно мы их найдем. 2.11.45, телефон прямого эфира. Звоните. Я пока посмотрю, не поступило ли вопросов на наш сайт, в рубрику Алло Студия. Тоже можете туда писать. www.trk.sever.ru в рубрику Алло Студия. Вот все вопросы, которые туда поступали, мы ответы на них находили. Найдем и в этот раз. Так что не стесняйтесь активно принимать участие в нашей программе. Мы попытаемся решить все ваши проблемы, чтобы вопросов не оставалось. Действительно, говорят, понедельник день тяжелый, очень тяжелый. А мы еще пытаемся искать ответы на острые вопросы. Мы ждем ответы на вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Геннадий Францевич, здравствуйте. Это программа Алло Студия, прямой эфир, Мария Владимирова. Поступил вопрос от телезрителей. Нельзя ли проводить экспертизу приборов учета тепловой энергии здесь, на Ринмаре, без отправки в Архангельск, в частности, на базе предприятий объединенных котельных и тепловых сетей непосредственного поставщика этого ресурса? Вы можете ответить на этот вопрос? Приборов учета. И, значит, такой услуги не на базе Покет-С и нигде в городе пока, к сожалению, нет, поскольку это довольно дорогостоящие мероприятия. Так что пока помочь ничем не можем. Как бы есть такие планы, но надо знать, откуда и кто сможет финансировать такие вещи-то. То есть на сегодняшний момент вся проблема упирается только в финансирование? Ну да, там стенды, которые поверочные. Ведь речь ведь идет не только о водяных счетчиках, а и тепловые, и газовые, ну, всевозможные приборы учета. И стенды эти достаточно дорогие, они от полутора миллионов и больше. Ну, вообще, в целом, ваше предприятие могло бы оказывать такие услуги? Да, конечно, могло бы. Почему нет-то? А ну вот для решения этой проблемы куда-то обращались? Быть может, это в плане какой-то там некоммерческой деятельности предприятия? Еще? Ну, мы об этом разговаривали на уровне города, поскольку это наши учредители. Вот, ну, как бы так быстро этот вопрос не удается решить. Угу. Угу. Ну что ж, ладно, я вам пожелаю тогда удачи в решении этого вопроса, Геннадий Францович, потому что люди звонят, люди говорят о том, что слишком дорого отправлять на экспертизу в Архангельск. Хотелось бы вот здесь на месте все это дело проводить. Да, безусловно, мы это тоже прекрасно понимаем. А, кстати говоря, как часто нужно проводить эти экспертизы, чтобы понимать людям, как часто им придется платить такие достаточно круглые суммы? Ну, смотря что, например, если это идет в элементарных узлах учета, это типа горячая и холодная вода, там для холодной воды 6 лет, один раз 6 лет, для горячей один раз 4 года. И по нынешним временам получается, что поскольку в Архангельск отправить этот прибор, ну, довольно накладный, и тоже же заплатить надо потом за эту поверку, то дешевле купить новый прибор и просто его заменить. Ну, а что касается типовых счетчиков, они тоже недолго стоят, 4-5 лет, смотря, в зависимости от типа. Вот, как бы довольно часто. Довольно-таки часто, да. Ну что ж, спасибо вам большое за ответ, всего доброго, удачного дня, до свидания. Что ж, я думаю, Светлана Ивановна сейчас ничуть не утешилась, потому что, ну, пока нет такой возможности, нет, вернее, финансовых средств для того, чтобы проводить экспертизу счетчиков здесь у нас на Ринмаре. И пока что достаточно часто придется отправлять их в Архангельске, платить достаточно круглые суммы. 2.11.45, наш телефон, программа «Алло Студия». Кроме того, пишите на сайт www.trk.ru в рубрику «Алло Студия», проходите простейшую регистрацию и задавайте ваши вопросы. Что ж, есть у нас еще один вопрос, на который нам нужно получить ответ. «Когда же в Красном сдадут дома для оленеводов?» Набираем мы Алексея Ивановича Ордеева, чтобы получить ответ. Вот интересуются жители поселка, потому что оленеводы не могут уже получить долгое время, еще с прошлого года, жилье, они вынуждены ютиться по углам. Более того, с их слов, дома сделаны из пенопласта. Так, к сожалению, пока трубку никто не снимает, будем пытаться дозваниваться. Я думаю, что подойдут, обед уже должен закончиться, 14.30 на часах, по крайней мере, где-то вот-вот и появится, наверное, у нас ответ на этот вопрос. 2.11.45, наш телефон, звоните и рассказывайте о ваших проблемах. Давайте тогда еще будем дозваниваться в компанию «Чистый город». Давно мы с ними не общались, давно мы не спрашивали, почему у нас лужи не убираются. Я думаю, что ответ мы получим исчерпывающий. Вот так бы исчерпывалась вода из луж, по которой мы с вами ходим в сапогах резиновых. Кто-то и без сапог. Даже, по-моему, для детишек в этом году не очень великая радость. Такие огромные лужи, потому что в них особо ты не поиграешь, разве что можно залить обувь и прийти домой сырыми ногами, с мокрыми. В компании «Чистый город» будем пытаться получать ответ. К сожалению, телезрительница так и не перезвонила и не рассказала до конца свой вопрос. Видимо, мы отгадали, что она хотела узнать, что она хотела спросить. И сейчас тоже будем узнавать у тех лиц, которые непосредственно этим занимаются. Ну и вот я думаю, что Николаю, мы все-таки по гаражам, которые принадлежали ОПХ, тоже сегодня ответим. Ну а вам напоминаю, 2.11.45 наш телефон, это программа «Алло Студия», мы в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы. Еще в студии сегодня должен появиться мой коллега Олег Танзейский. Он разбирает одну очень щепетильную тему, очень трепетную, пока ее не буду озвучивать. Вот как только он появится, с последней информацией он обязательно сюда придет и расскажет. Потому что большого числа людей касается та самая информация, которую он разрабатывает. 2.11.45 наш телефон. Пытаемся, пытаемся мы дозваниваться. К сожалению, пока не идут на контакт с нами ответственные лица. Вот, наверное, плывут где-то по ложе, мне могут доплыть до работы. Надеюсь, что приплывут сегодня. Потому что время у нас еще до окончания программы имеется. Более того, я вас приглашаю, уважаемые жители города, сюда вот за эту замечательную красную стойку. Она предназначена для того, чтобы либо жаловаться, либо отвечать на вопросы. Пока вот только к нам приходят те, кто отвечает на вопросы. И то мало приходит, потому что, видимо, не хочется отвечать на очень щепетильные вопросы. А вот еще бы хотелось и вас услышать. Проходя мимо, загляните к нам на огонек и расскажите о ваших проблемах. Заодно мы вас познакомим с нашей замечательной студией. 2.11.45 наш телефон, это программа «Алло Студия». Дозванивайтесь и рассказывайте о ваших проблемах. Алло. Алло. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. А я хотела бы узнать по поводу материнского капитала. Так. Можно снимать с него 20 тысяч или нет? Или еще у нас нет такого закона? Так, материнский капитал, да, это то, что было разрешено снимать средства материнского капитала, 20 тысяч. Да, давайте, хорошо, мы позвоним в наш пенсионный фонд и получим ответ на этот вопрос. А вы, Мария, смотрите нашу программу. Спасибо большое. Вот видите, сколько программ выходит, и все вопросы всегда разнообразные. Даже невозможно угадать и предугадать, о чем будут спрашивать жители. Кстати говоря, материнский капитал, как вот было сказано в одной из программ здесь, в нашей студии, программа «Законодатели», председатель нашего правительства Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил о том, что материнский капитал продлевается до 2017 года. Я думаю, что это замечательная новость для тех, кто рассчитывал, по крайней мере, на эти средства. Потому что, напомню, ранее была информация о том, что он заканчивает свои действия, он, это материнский капитал, в 2016 году. Что ж, материнский капитал, дома в красном и ситуация на городских дорогах, вернее, на городских, ну и дорогах, и тротуарах. Тут можно все вместе рассматривать. Все это... Алло, Добудинчик. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло, студия», прямой эфир. Думаю, что вы нам очень сильно рады. Жители спрашивают, как долго мы будем плавать и будут ли откачиваться лужи с городских тротуаров. Вы можете пояснить ответ на этот вопрос? Спасибо, что вы в бухгалтерию позвонили. Нет, мы не в курсе. Переведите нас, пожалуйста, куда надо. Вам надо по номеру 4-00-53 перезвонить. 2-0-53, спасибо большое. Сейчас мы перезвоним мне в бухгалтерию. Кстати говоря, вот каждый раз иду и вижу на жилетках трудяк предприятия «Чистый город», номера телефона, все время говорю, что запишу, потому что пригодятся. Но, к сожалению, так вот, проходя мимо и прохожу, ничего не записывая. Спасибо. Сейчас дозвонимся и получим ответ. Алло. ТРК «Север», ответь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это «Чистый город»? «Чистый город». Алло, студия программы, Мария Владимировна, меня зовут, доброго дня вам желаю. Люди спрашивают, почему у нас столько много луж на тротуарах, за которые отвечает ваше предприятие. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется. Понятно, что сейчас уже не по снегоочистке, а вот, наверное, по избавлению от луж. Давайте я вас переключу на мастера дорожного участка. Ну, давайте. Видите, какая большая компания. Сколько там людей работает. И каждый за что-то отвечает. Эх, сдается мнение, услышим мы мастера дорожного участка. Ну, посмотрим. А вдруг. А после этого, если нам сейчас удастся получить ответ на вопрос, будем звонить в пенсионный фонд. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. «Чистый город», слушаю. Вас беспокоит программа «Алло студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимировна. Расскажите, пожалуйста, какие работы ведутся по уборке города от талых вод и от снега, который еще остался. Потому что горожане жалуются не пройти без резиновых сапог. Ну, понятно. Вы ожидали. Да хоть кто-нибудь уже ответьте. Сейчас опять буду повторять вопрос, видимо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Алло студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимировна. Вот уже третий раз повторяю вопрос. Люди интересуются, когда же у нас лужи исчезнут с тротуаров и снег, остатки будут вывезены. Снег у нас водится, опять самосово, два макадора, две лассованные машины на дорогах работают. Нужно рабочие. Делаем, что можем. А вот нельзя ли как-то с тротуаров откачивать, быть может, лужи? А тротуары подскажите на проблему? Давайте направим туда. Где именно? Какой адрес? Давайте решим. Где? Вот, около первой школы, например. Там вообще огромная лужа и весь вот этот вот, весь такой небольшой парк, он весь, например, залит водой. Так, там утром лед еще был. Да, лед был, а сейчас все растаяло. Вот ладно, около четвертой школы, я сама видела, там вот откачивается, например, машинами. Это ваша машина работает? Да, и на уход четвертой школы, и на рабатской, там перелог. А вот нельзя ли, например, как-то в две смены работать, чтобы когда подмораживать, это все убирать трактором или... Да, у нас же две смены работаем. Мы две смены работаем с 1 февраля уже. Понятно. А какие у вас еще перспективные планы? Вот активное тайне, когда начнется, хватит техники, хватит... Кстати, людей-то много у вас в жилетках ходит, вот чистый город. Понятно, что люди работают. Я не скажу, что нет, не работают. Работают. Только, видимо, чего-то не хватает. А чего? Я не знаю, чего вам не хватает, но так-то люди работают. У нас МКСН-ки выпустим, наверное, мы просто уберем, наверное, у них уже ковши, поставим на щетки. И по паркам, скверам, по площадям, которые вы имеете в виду, вот эти тротуары имеете в виду, да? Наверное, пустим на МКСН-ки с щетками уже, чтобы... Что мы... Вот, наверное, так. А что там, лед они будут с щетками чистить? Почему? Вы же сами говорите, лед, он был сейчас там в луже. Вот в луже-то и будем, наверное, сметать. А разметать, получается? Ну да. Ага, понятно. Ну а когда лето придет, какая у вас будет, какая работа будет проводиться? Когда уже снег сойдет? А, вас уже лето интересует. Конечно, мы хотим на перспективу знать. Те же самые подметальные машины у нас закуплены. Машина, по-моему, подметальные, не ссальные машины, которые моют и подметают машины. Те же самые КСН-ки. А также около бордюров у нас много песка будет летом. Вы понимаете, вот это очистка при бордюре, ну вот дороги, которые бордюры с хапула, ой, снег, песок. Песок, да. Его вытесчать потом бордюры, покраска, восстановление частичного дорожного полотна у нас будет. А где, кстати говоря, вы будете восстанавливать дорожное полотно? Потому что вот вы сказали А, а мы требуем сказать Б. У людей же тоже теперь вопрос появится. Где вы будете восстанавливать дорожное полотно? Так, давайте так. Если у вас полностью информация, вы мне сейчас схватили, я только забежал в кабинет. Давайте я вам точную информацию сейчас соберу, а потом-то надо. Давайте мы так с вами договоримся. Давайте договоримся. Вот эта красная трибуна, она у нас для гостей. В следующий понедельник сможете прийти буквально на 10 минут и рассказать все? Давайте вам, вы мне напишите, мы вам ответим. А, написать, да? Хорошо, мы вступим в переписку. Хорошо, спасибо. Мы можем без переписки, можем в перепалку какую-то любить, можем переписку. А все что угодно, да, договоримся. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Что ж, я думаю, стало понятно, да, почему. Предприятия просто не знают, почему не получается убрать. Вроде бы и в две смены работают, и техника позволяет. Ну а почему так, вот не знаю. И я, знаете, что предлагаю сделать, чтобы решить данную проблему. Вот уважаемый господин из чистого города даже не знает, где лужи, где что. Вот звоните по телефону 4 00 53, побольше и почаще, и рассказывайте сотрудникам предприятия, которые непосредственно отвечают за уборку города, где конкретно лужи. Тогда, быть может, я не знаю, подействует и будет что-то работать. Спасибо большое за ответ. Тем не менее, давайте будем дозваниваться в пенсионный фонд и получать ответ по материнскому капиталу. Это программа Allo Studio, 2 11 45, наш телефон, мы работаем в прямом эфире. Задавайте также вопросы на нашем сайте. Трк-север.ру в рубрике Allo Studio. Пишите, мы будем искать ответы. Так что мы ждем, пенсионный фонд когда-то должен нам все-таки рассказать о материнском капитале. Самой интересной этой темы, конечно, использовать не буду, но тем не менее узнать хочется. Что там можно делать с положенными денежками? Так, мы набираем, да? Пока тишина. Но я думаю, в пенсионном фонде достаточно много телефонов и по какому-либо можно дозвониться, по крайней мере, там, может быть, переведут нас. Помогут, в общем, с решением проблемы. Да, еще надо попытаться нам дозвониться в управляющую компанию Наринмарстрой, чтобы некий Петр Михайлович, руководитель этой компании, нам поведал, откуда складывается ценник за отправку счетчиков тепла в Архангельск. Очень большие суммы. Так, я попрошу сказать режиссеру, куда мы дозвонились. Спасибо. Пенсионный фонд. Еще раз. Очень приятная музыка, успокаивающая. Вот надо во всех организациях поставить такую музыку, чтобы люди вот расслаблялись, пока слушали. Девушка, там, к сожалению, пока нет никого на месте. Будьте добры, чуть позже, 457-71. 457-71. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Это вот мы так вот пообщались с пенсионным фондом. Давайте попытаемся позвонить все-таки Алексею Ивановичу Ардееву по домам в Красном. Ну, просто уже будет неприлично. Мы до эфира звонили, он сказал, что будет на месте. И обещал дать ответ. В общем-то, никогда проблем не возникало с этим руководителем. Дова, 1145, телефон прямого эфира. Ждем еще Олега Хтанзейского. Напомню, к сожалению, не могу видеть, приехал он с одного мероприятия или не приехал. Но обещался то, что придет к нам в студию и расскажет. А что расскажет, пока не скажу. Звоните и пишите на сайте trksever.ru в рубрике «Алло студия». Задавайте ваши вопросы, мы будем искать на них ответы. Так, Ардеев у нас не берет трубочку. Ладно, давайте позвоним еще руководителю управляющей компании «Наринмарстрой» Петру Михайловичу Шевелеву. Он нам обещал еще неделю назад дать ответ на вопрос, который задавали телезрители. Подошел мой коллега Олег Хтанзейский. Сейчас он в ближайшее время появится в студии и расскажет нам одну очень интересную информацию. 2.11.45 наш телефон. И нам звонят, и мы дозваниваемся. Получаются небольшие такие вот накладочки, но тем не менее мы сейчас разрулим. Осталось у нас 15 минут до конца эфира. Оставайтесь с нами. Я так полагаю, что нам все равно удастся получить ответы на вопросы. Может быть попробовать тогда в пенсионный фонд еще раз позвонить. Мало ли там куда-то выходили по-быстренькому. Зашли обратно. Быть может и такое. Вы тем не менее звоните. Как вы видите, если нам не удается во время программ получить ответ, мы все равно потом дозваниваемся и получаем те самые ответы. Напоминаю, что если у вас возникли вопросы по номеру нашего телефона или адресу сайта, вот на наших замечательных экранах есть вся информация. Можно ее увидеть. Так, мы пытаемся дозвониться, но я так понимаю, что сейчас мы, пока дозваниваемся, я приглашу в студию моего коллега Олега Хатанзейского. Олег, проходи, пожалуйста. Привет, Марк. Олег, привет. Отдохнувший, отпускник. Да, и сразу сегодня утро у тебя первого рабочего дня началось с такой проблемной съемки. Что происходит на предприятии Наринмарстрой? Ну, все, наверное, по порядку, да. Позвонил, в общем, мне мастер, честно, я его не знаю. Сказал, что мы хотим организовать такую неофициальную встречу с руководством. Сегодня утром я отправился туда, она прошла на одном из объектов, которым занимается Наринмарстрой, это дом на Макарабаево. Собралось несколько десятков человек, все они работают в Наринмарстрой. Приехал руководитель предприятия, и они хотели получить ответы на несколько вопросов. Первый, самый главный, когда выплатят зарплату, идет задержка уже за почти что два месяца. Поднимут ли ее, и вообще, что ждать им в будущем? Перспективная работа или все-таки увольнение? Ну, Александр Александрович Смирнов, это генеральный директор Наринмарстроя, выступил с речью, наверное, говорил минут 20, не прекращая, и, в общем-то, рассказал все, что хотел. Как я понял, итак, зарплату все-таки выплатить им пообещали за февраль, в конце уже этой недели. Деньги должны поступить на счет предприятия, и зарплату все-таки выплатят. Насчет увеличения слово не прозвучало, то есть, скорее всего, это уже вопрос такой слишком уж местный, так сказать, не будут решать сами. Ну, а по поводу перспективы, Александр Александрович сказал, что да, не скрывает предприятие в очень плачевном финансовом состоянии. В этом году они должны, они планировали на контрактах заработать 1 миллиард рублей. Что по итогам? Что по итогам. Был скорректирован финансовый план, в итоге в этом году получится заработать всего лишь 180 миллионов. Представляешь, почти что на 5 раз сокращен. Это связано с тем, что многие объекты сняли из бюджетов. Я не знаю почему. Я, кстати, вот буквально недавно общался с мэром города Наринмара. Вообще, почему Наринмар строят в плачевном финансовом состоянии? Во-первых, это да, потому что контракты некоторые провалились, просто свалились, их нету. Во-вторых, объекты, которые возводит Наринмар Строид, до сих пор за них не получили. С чем это связано? Вот я сейчас разговаривал с Татьяной Васильевной Федоровой. Вот, к примеру, идет строительство очистных сооружений в Малом Качгарте. Подрядчик Верса-М, а субподрядчик как раз-таки Наринмар Строид. И вот за этот объект они до сих пор не получили 47 миллионов рублей. Но Татьяна Васильевна Федоровова сказала, что деньги они сейчас ждут из окружной казны и должны поступить на казну городскую. И уже оттуда перечислят Версэм. И уже Версэм перечислят субподрядчику Наринмар Строид. И вот я думаю, что именно этих денег ждут на предприятие, чтобы вылутить зарплату своим работникам. Как тебе показалось, реалистично, убедительно была речь руководства? Либо у людей осталось какое-то недопонимание, недоверие? Нет, я думаю, что все-таки они поняли руководителя, потому что, когда я брал интервью у людей, они сказали, что мы, в принципе, вообще не имеем ничего против нашего руководства. Мы просто хотим работы. То есть сейчас... Ну и, конечно, получать за эту работу. Да, конечно. Вот очевидно, что на Наринмар Строид не хватает работы. Вот не хватает. Многие люди просто просиживают. Допустим, проектировщики, да. Идет строительство. Работают плотники, а там заливщики просто без работы сидят. То есть вот им нужна постоянная работа, постоянная-постоянная. Это больше стремится, по сути, на самом деле. Спасибо тебе большое, Олег, с последней информацией, потому что вот он, Олег, только-только вернулся со встречи с мэром города Наринмара. Ну вот вечером сюжет выйдет. Да, в 20-часовом выпуске новостей будет сюжет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Почему я пригласила Олега в студию? Потому что изначально к нам обращались в службу информации, не в программу «Алло-студия». Работники этого предприятия обращались дважды на протяжении длительного времени. И вот уже, в общем-то, эта ситуация вылилась в такую встречу. И то, что вам рассказал Олег, я думаю, сейчас понятно стало многим, потому что это такое градообразующее предприятие. Много людей там трудится, вопросы у людей есть. Ну и чтобы не порождать какую-то негативную реакцию, вот лучше ответить напрямую в рамках прямого эфира. Ну а если у вас есть вопросы, звоните. Я думаю, что Олег еще сможет ответить. Он далеко не ушел. 2-11-45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло-студия». Давайте попробуем в пенсионный фонд дозвониться. Вопрос такой маленький, такой хорошенький. Ответ бы на него получить тоже. Напомню, что наша телезрительница, которую зовут Мария, спросила, можно ли и у нас в округе уже использовать материнский капитал, в частности 20 тысяч, которые разрешили обналичить в связи с такими не совсем благоприятными финансовыми явлениями. Ну, насколько это все распространено на наш округ, все-таки средства эти федеральные, надо узнать. Позвоним в пенсионный фонд и спросим. И дома для оленеводов. Прям вот сегодня мы с самого начала программы пытаемся дозвониться, но, к сожалению, пока ответа не получаем. Так, что ж, пенсионный фонд ответил, что без разрешения у руководства комментарии по данному вопросу они давать не будут. Ну, а давайте позвоним господину Афонину, руководителю пенсионного фонда, и выясним у него все. Почему бы и нет? Я думаю, что руководитель как раз-таки и в курсе. Все-таки очень много у нас здесь распорядителей материнского капитала. И всем хочется знать, почему бы и нет. Законное право. Самое главное нам дозвониться. После этого попробуем позвонить в комитет по информатизации и узнать про цифровое телевидение в Индиге. И тогда, быть может, у нас сложится картинка определенная. Дозваниваются наши редакторы, я так понимаю. Сейчас будем пытаться получить ответ. А я вам напоминаю, что это программа «Аллостудия», наш телефон 2-11-45. Звоните и рассказывайте о ваших проблемах. Кстати говоря, если у вас есть какой-то очень глобальный вопрос, требующий проработки, вы можете его в одной программе задать, а мы в следующей программе будем давать на него ответ, развернутый, потому что даже нам иногда не удается очень быстро получить ответы на те вопросы, которые вы перед нами ставите. Вот как, например, до сих пор мы не можем получить ответ на вопрос про понтонный мост, который должен был установлен быть по дороге в Тельвиску. Вот мы тоже до сих пор не можем найти ответ на него. К сожалению, комментатор есть, но прокомментировать он нам это не может в силу того, что у него не хватает времени. Видите, так что позаботьтесь о ваших вопросах заранее, мы будем искать на них ответы. Добиваться, так сказать. Так, ладно, пенсионного фонда у нас сегодня не будет. В эфире руководство этого учреждения отказалось от комментариев, сказав, чтобы граждане самостоятельно звонили, видимо, в индивидуальном порядке получали ответы по телефону 45771. Так что, Мария, позвоните, потом расскажете нам, что же нам предлагает пенсионный фонд делать с этими самыми 20 тысячами, которые можно обналичить и как это можно сделать. Вот тоже, наверное, позвоню, узнаю, а в следующей программе вам расскажу. И времени у нас, к сожалению, уже остается очень мало. Давайте попробуем позвонить в комитет по информатизации Шамову Виктору Анатольевичу и расспросить у него все про цифровое телевидение в поселке Индига. Да, вот он говорил, что он будет на совещании. Я надеюсь, что совещание у него уже завершилось. Я-то на самом деле уже знаю ответ, но хочется услышать его из первоисточника. Если не удастся, я вам тогда озвучу. Уважаемые жители поселка Индига, что же вам предлагают сделать в этой ситуации? Дозваниваемся мы в комитет по информатизации, чтобы получить ответ на вопрос. Очень быстро проходит 50 минут эфира, на самом деле, со всеми дозваниваниями, с поисками контактов. Время пролетает очень быстро, и получается, что на небольшое количество вопросов мы успеваем дать ответ. Но тем не менее, какие-то шаги делаются, мы берем в проработку ваши темы, и даже зачастую выезжают съемочные группы по адресам, которые вы называете. И вы знаете, вы можете звонить нам и приглашать, наша съемочная группа прямо в рамках программы приедет к вам, снимет, и мы, что называется, в режиме онлайн покажем, что творится на том или ином участке нашего города. Так, комитет по информатизации у нас тоже молчит, видимо, на совещании. Хорошо, давайте, пока я буду давать ответ на этот вопрос, позвоним еще мы Алексею Ивановичу Ардееву по домам в Красном. О жителям Индиге, вот как нам прокомментировали до программы этот ответ. В Индиге цифровое телевидение имеется 10 каналов, а не работает оно из-за того, что там произошла авария. И вот на этой неделе в Индигу прилетят специалисты и будут устранять ту самую неполадку, благодаря которой, в кавычках, конечно же, не работает, не показывает цифровое телевидение, те 10 каналов, которые установлены для жителей поселка Индига. Что ж, дожидайтесь мастера или мастеров, сколько их там будет, я не знаю, но, наверное, будут брошены все силы на то, чтобы устранить неполадки, и вы снова сможете смотреть цифровое телевидение в поселке Индига. Вот такой вот ответ и прозвучал бы от руководителя комитета по информатизации. Ну и давайте позвоним Алексею Ивановичу Ордееву. Не выходят, тоже говорят, на контакт. Вот так вот. Заранее записывать тоже не хочется, потому что хочется поговорить с людьми в прямом эфире. Что ж, я так понимаю, что мы тоже не получим сегодня ответ на этот вопрос. Тогда сделаем следующим образом. Традиционно на следующую программу мы будем уносить те вопросы, на которые мы не смогли дать ответы вам сегодня. Вопросов получается достаточно много. Это и дома в Красном для оленеводов, это и гаражи, которые принадлежали ОПХ. Вот Николай хочет знать, что же с ними, кому они принадлежат, потому что сейчас эти гаражи или склады представляют угрозу для жителей близлежащих домов. Ну и вот уже. Так, вот как мне пояснили по дороге на Тельвиску, что в этом году будет доделана проектно-смертная документация, в следующем году будет продолжено строительство ее. Да, информация, мы уже говорили об этой информации. «Хочется знать, куда подевался понтонный мост». Так что, вот, нет, понтонного моста, сказали, там не будет. Будет капитальный мост поставлен в село Тельвиска. 2.11.45, телефон прямого эфира. Еще есть немного времени для того, чтобы дозвониться, а я пока подведу. Валентина, здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Да, меня зовут Валя, я хотела бы узнать, вы не подскажете, когда будет расселять дом на Озерное 5Б? Так, Озерное 5Б. Хорошо, Валентина, я этот вопрос записала, и в следующей программе мы на него дадим ответ обязательно, потому что сейчас мы уже не успеем, у нас остается одна минута до окончания эфира. Когда будет расселен дом на Озерное 5Б? Все правильно? Спасибо. Спасибо. Да, смотрите нашу программу в следующий понедельник. Вопросы я уже перечислена, на которые мы будем искать ответы. Я думаю, что у нас все получится. Ну, а у вас, если есть вопросы, вы можете их в течение всей недели задавать на нашем сайте, в рубрике «Алло Студия», и мы будем искать на них ответы. Что ж, на сегодня время нашей программы плавно подошло к своему завершению. Немного нам удалось дать ответов, не во многие места удалось дозвониться, но тем не менее, звонки были сделаны, ответы получены на интересующий вас вопрос, хотя бы на некоторые из них. И мы продолжим работать для вас и дальше в программе «Алло Студия». Ну, а на сегодня я хочу с вами попрощаться, пожелать вам удачи, здоровья, и берегите себя, все-таки такая вот внезапная и очень сырая весна на дворе. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова